МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенковой. И в нашей программе «Новые вести православного мира» за последнюю неделю. Богослов и проповедник XIX века. В Одессе состоялись торжественные богослужения, посвященные памяти святителя Иннокентия Борисова, архиепископа Херсонского. Чтобы помочь тем, кто попал в беду, в Севастополе начала работу антинаркотическая комиссия. Ради мира в Украине в Харьковской области построили храм за один день. На минувшей седмице в Главном соборе Одессы прошло празднование Дня памяти святителя Иннокентия Борисова. Архиепископа Херсонского, выдающегося церковного деятеля, богослова, духовного писателя, талантливого проповедника XIX века. Его и поныне называют русским златоустом. В Спасо-Преображенском соборе прошли торжественные богослужения. Именно здесь в течение многих лет служил владыка Иннокентий. Этот величественный собор, считавшийся одним из крупнейших в Российской империи, был воздвигнут при нем. Здесь же находятся и мощи святителя. За ходом торжеств наблюдала Наталья Марчук. Торжествам, посвященным празднованию Дня обретения в Одессе в 1997 году мощей святителя Иннокентия Борисова. В Нижний храм Одесского Спасо-Преображенского собора люди стали приходить еще рано утром, до начала богослужений. У раки с мощами святителя выстроилась очередь, зажглись свечи, полились молитвы. Это наш любимый храм. Очень приятно, что здесь находится мощь Иннокентия. И мы верим и надеемся, что по молитвам Иннокентия все желания и все добрые помыслы, конечно, будут исполнены. Я знаю очень много людей, которые приходят. Я очень много знаю людей, которые приходят, молят святителя Иннокентия, исцеляются, получают благодать Божью, помощь в различных жизненных ситуациях. В первой половине дня в соборе митрополит Одесский Измаильский Агафангел вместе с настоятелями одесских храмов и монастырей отслужил божественную литургию. Затем состоялся молебен у раки с мощами святителя Иннокентия. Службы проходили при большом стечении народа и необыкновенно торжественно. Еще при жизни святителя Иннокентия в миру Иван Алексеевич Борисов прославился своим проповедническим талантом. Гениальный художник отечественного слова, энциклопедически образованный муж, имеющий всестороннюю ученость, увлекательное красноречие, величественный и благолепный вид. Такими чертами характеризовали современники архиепископа Херсонского Иннокентия. Его научно-богословские труды это золотой фонд русской религиозно-богословской мысли. Они переведены на французский, немецкий, польский, сербский, греческий и армянский языки и не утрачивает своего актуального значения и сегодня. Этого святителя называют еще новый русский златоуст. Именно по его красноречивым проповедям, именно по его учениям, по его книгам, которые он оставил для полноты православия. Родился святитель Иннокентий в Липецкой области в 1800 году. С ранних лет проявлял особый интерес к церковной жизни и Евангелию. Окончил Орловскую семинарию и Киевскую духовную академию. Был ректором некоторых духовных школ. Возглавлял Воронежскую, Харьковскую кафедры, а в последние годы своей жизни и Одесскую. Был назначен архиепископом Херсонским и Таврическим. Одесситы считают владыку Иннокентия пламенным патриотом своего Отечества. Великим молитвенником и гражданином Одессы. Сегодняшний день для нашего города является, будем говорить, вторым днем рождения. Почему? Потому что, опять повторюсь, что мы обязаны этому великому святителю, нашим городом, потому что неоднократно по молитвам святого святителя Иннокентия наш город Одессу спасал Господь, спасала игумень нашего города, когда Касперовская икона Божьей Матери, когда были большие бомбардировки, когда иноплеменники хотели захватить наш город. Сегодня одна из самых известных историй чудесного спасения города Одессы, вошедших в предание Отечественного православия, практически у каждого верующего на устах. Святой Иннокентий, он спас наш город от нашествия французской эскадры во время Крымско-Турецкой войны в 1854 году. Он организовал крестный код с Касперовской иконой чудотворной, и когда пушки были направлены на город Одессу, эта икона спасла наш город, на город упустился сильнейший туман, и эскадра повернула, вспять и ушла. Таким образом, Одесса была спасена в бомбардировке. Исключительное значение имела деятельность владыки Иннокентия и в Крыму. При нем началось восстановление древних христианских памятников, разрушенных татарами. Также его трудами были восстановлены Святогорский и Ахтырский монастыри. Однако средоточием всей жизни и деятельности святителя Иннокентия было богослужение. Одесситы толпами стекались внимать священнослужению и проповедям знаменитого архипастыря. Владыка любил говорить об особенном действии благодати Святого Духа. И, возможно, не случайно, начало его деятельности на Одесской кафедре и священнослужении в Одесском Спасопреображенском соборе припало на второй день празднования Троицы, когда православные отмечают День Святого Духа. И земной путь святителя Иннокентия Борисова закончился также на Троицу 26 мая 1857 года. Наталья Марчук, Игорь Петров, Информационное бюро программы «Седмица», Одесса. Севастопольские наркозависимые, получавшие заместительную метадоновую терапию, были вынуждены прервать ее в связи с запретом данной программы на территории Российской Федерации. Каковы пути решения данной проблемы и как использовать программы комплексной медико-социальной реабилитации, уже хорошо себя зарекомендовавшие. Это выясняли на заседании, на котором присутствовали все реабилитационные центры города, представители местных органов власти и Национального антинаркотического союза. Тему изучала Светлана Карташова. На заседании представители всех реабилитационных центров, которые готовы взаимодействовать с органами власти. Цель встречи – скоординировать усилия в борьбе с нарко- и алкозависимостью. Статистика Севастополя всегда была удручающая, и программа заместительной метадоновой терапии проблемы не решила. По наблюдению врачей лишь усугубила зависимость, провоцирую агрессивность и неуправляемость больных. Маследия не развернуты в нашу сторону. Им это неинтересно. Они очень редко видят здесь информационный пол. Им всегда нужно в новостях, в политике, где угодно, нужно шоу. Давайте говорить своими словами. Значит, шоу здесь они особо не находят, кроме человека, который от наркотиков умирает под забором. А нам это совсем не надо показывать. Когда мы с этим столкнулись и поняли, что точечные приходы даже на центральные и федеральные каналы не решают основных проблем, которые стоят сегодня перед Национальным антинаркотическим союзом, мы создали свой медиа-отдел. Национальный антинаркотический союз готов помочь в организации подобного медиаресурса в Севастополе и вообще настроен на оказание помощи. Созданы при поддержке Госдумы в его наблюдательном совете представители федеральной службы наркоконтроля и здравоохранения, помощники министров. На базе этого союза будет создана площадка, объединяющая все севастопольские реабилитационные центры, поскольку так хаотично существовать и выживать уже невозможно. Необходима выработка общей схемы, чтобы все узнали, какие есть стандарты, оценивающие работу подобных организаций. Но чтобы машина сертификации не задавила тех, кто искренне и добросовестно все эти годы работает в этой сфере, будет создана комиссия. Наша задача именно вот этих комиссий – помочь слабеньким центрам, Иван Сергеевич, слабеньким центрам подтянуться и стать сильными. И мы собрали здесь всех не для того, чтобы выявить лучших или худших, или сделать какие-то замечания, потому что я думаю, что нет идеальных центров, каждый центр хорош по своим результатам, и проблема в нашей стране настолько, к сожалению, глобальная, что если еще сделать в два, в три, в четыре раза больше реабилитационных центров, мы ее все равно не решим. И не может быть конкуренции в работе реабилитации Леонарда Алкозависимых. Были представлены проекты, охватывающие все сферы жизни города и направленные на работу не только с зависимыми, но и с учебными заведениями, студентами, молодыми родителями, посредством лекций, фестивалей, акций. Их реализация теперь полностью зависит от согласованности действий, которые придется учиться. Обивая пороги и кабинеты чиновников, руководители репцентров все годы своей работы, по сути, повторяли одну и ту же просьбу. Помогите чем-то. Мы делаем какую-то часть дела, а самостоятельно нам не вытянут. И кроме православной церкви, отца Сергия, благочинного Севастопольского округа, помощи не было ниоткуда. То есть, ну и от некоторых священников, которые духовно нас окормляли, приходили с беседами к ребятам и какими-то продуктами питания. То есть, привозили люди, и сестры, и милосердия. То есть, кроме православных людей, помогать нам было некому совершенно. Сейчас, если нас всех действительно объединят, приедут специалисты, психологи, наркологи, психокорректоры, я думаю, ну, и опять же, с Божьей помощью, все получаться будет у нас еще пуще прежнего, чем получалось. В поселке Рогань на территории Харьковского национального аграрного университета в минувшие выходные был построен так называемый «обыденный храм за мир» в Украине. Идея такого строительства принадлежит детям театра «Тимур». В древности, когда община строила такой храм, любая беда отступала. Дети узнали об этом и сказали, если у наших предков получалось так, что при наступлении войны или чумы они ставили всем миром храм за один день, и при этом беда прекращалась, почему мы не можем повторить подобное в наши дни? По словам руководителя театра Антона Желякова, дети создали страницу «Обыденный храм» в соцсети, и взрослые решили поддержать их начинание. Харьковская областная, районы администрации, волонтеры и меценаты разных стран в течение месяца помогли подготовить все необходимое. Место строительства деревянного храма в честь Архангела Михаила осветил митрополит Харьковский и Богодуховский Ануфрий. Возведение церкви состоялось в ночь на субботу. В строительстве участвовали около 40 профессиональных строителей и более 100 волонтеров. Наша программа продолжит обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко. Здравствуйте! В нашем сегодняшнем обзоре мы предлагаем повнимательнее прочесть следующие публикации. «Церковь и война. Вопросы без ответов». Как проповедовать Христа после того, как брат пошел на брата, и каждый из них призывает одну и ту же церковь в помощники? Идя на бой друг с другом, люди молятся перед одними и теми же иконами. С каждой стороны есть священнослужители, духовно окормляющие воюющих. И если церковь призывает людей идти за Христом, оставить грехи и начать сверять свои мысли и поступки по Евангелию, то сегодня она получает естественный вопрос, а как это возможно, если вокруг война с братьями по крови и вере, которые в одночасье стали врагами? Как быть? Разобраться в этих вопросах предлагает ежедневное интернет-издание «Православие и мир». Как христианину относиться к клевете? К клевета – первый грех в истории человечества. Об этом мы узнаем из первых страниц Библии. Но никакое зло, никакая клевета не может противостоять любви Божьей. Поэтому каждый из нас должен взращивать в своем сердце цветы любви и искоренять территорию злобы. Об этом говорит ректор киевских духовных школ, митрополит Антоний. Интервью с ним разнестил портал «Православие в Украине». Решение Церкви Англии рукополагать женщин в епископов сужает возможности для диалога с ней. Синод Церкви Англии разрешил рукополагать женщин в сан епископов. Как отнеслась к этому решению православная церковь? В чем причина отрицательного отношения к так называемым женскому священству и женскому епископату? Очевидно ли в этом процессе уклонения англиканской церкви и целого ряда протестантских деноминаций от изначального церковного строя? На эти вопросы отвечает глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. Полный текст интервью с ним опубликован в рубрике «Эксклюзив» на сайте Интерфакс Религия. Католики и православные в поисках единства. В эти дни исполняется 960 лет со времени великого раскола христиан на католиков и православных. 15 июля 1054 года во время визита папских представителей в Константинополь кардинал Гумберт положил на престол Собора Святой Софии папскую грамоту об отлучении константинопольского патриарха Михаила Хирулария от церкви. В ответ на это 20 июля патриарх Михаил предал анафеме папских посланцев во главе с Гумбертом. И хотя с богословской точки зрения это взаимное отлучение следует оценивать исключительно на уровне церковных персоналей кардинала Гумберта и патриарха Михаила, но отнюдь не разрыл церковных отношений Рима и Константинополя, все же история показала, что оно стало началом различия двух церквей на долгие годы. Об этих событиях читайте на сайте Религия в Украине. Такие страшные сообщения. Информационная война, давление средств массовой информации, виртуальное общение. Нам предстоит жить и строить свою жизнь во времена, когда существенное видоизменение информации стало реальностью. Хотелось бы коснуться предмета, который имеет к этому всему прямое отношение, хотя и не таит, на первый взгляд, серьезных опасностей. Речь пойдет о коротких текстовых сообщениях СМС. Нередко они заменяют нам не только телефонные разговоры и электронную почту, но даже живое общение, когда оно вполне возможно. То, что на первый взгляд создано для нашего комфорта и облегчения жизни, сегодня уже вызывает беспокойство психологов, а вслед за ними и психиатров. Чем же именно СМС могут угрожать психическому и даже физическому здоровью человека? Ответы на эти вопросы ищите в публикации на сайте журнала Отрак. Читайте и находите много полезной информации. О новых публикациях мы поговорим ровно через неделю. Мы продолжаем выпуск. Смотрите далее в нашей программе. Художественные встречи в архиве музея на территории Софии Киевской состоялся концерт, посвященный 250-летию французского композитора Жанна Филиппа Ромо. Улыбка и смех как лекарство в Днепроветровской областной клинической больнице выздоравливать детям помогают больничные клоуны. В честь 700-летия святого мультфильм о преподобном Сергии Радонежском выйдет в прокат весной 2015 года. Художественные встречи в архиве музея – это литературно-музыкальный проект, который сопровождается выставками архивных документов, раритетных изданий и музейных предметов из фондов Центрального государственного архива музея литературы и искусств. Здание архива находится в знаковом месте, на территории Софии Киевской. Именно там и зазвучали клавесинные пьесы выдающегося французского композитора Жанна Филиппа Ромо. В этом году мир отмечает 250-ю годовщину со дня его смерти. Леся Скадо о музыкальном событии. Центральный государственный архив музея литературы и искусства Украины находится на территории Софии Киевской, в помещении бывшего Софийского духовного училища. Это памятник истории архитектуры второй половины XVIII столетия. В эту эпоху во Франции на заказ королевского Версаля отворил композитор Жан Филипп Ромо. Его оперы, балеты, кантаты, оркестровые сюиты имели успех в Европе. Что интересно, он был выдающимся музыкальным теоретиком, а взялся за оперную карьеру, когда ему было почти 50. И это принесло ему огромную славу. Известный украинский пианист, лауреат премии Льва Ревудского Евгений Кромов в честь 250-й годовщины смерти Жана Филиппа Ромо обязался в течение этого лета исполнить все произведения композитора для клавесина. Это гениальная музыка, настоящие шедевры, которые не совсем хорошо знакомы украинскому слушателю. Эти произведения знакомы лишь тем музыкантам и музыковедам, которые учились на кафедре старинной музыки в консерваториях и музыкальных училищах. Но в полном объеме эти клавирные произведения вряд ли исполнялись. Я не счастлив, что именно в камерном зале государственного архива, в котором представлено наследие классиков украинской литературы и искусства, зазвучала музыка любимого французского оперного композитора позднего барокко Жана Филиппа Ромо. Я очень люблю творчество этого автора. Это один из моих самых любимых композиторов эпохи барокко. Я решил исполнить все его клавирное наследие. И то, что концерт проходит в таком прекрасном старинном месте, это очень соответствует торжественности события. Ведь в этом году исполняется 250 лет со дня смерти Ромо. На концерте будут представлены творы сюиты номер 3 из 2-й тетради и номер 5 из 3-й тетради клавесинных произведений Жана Филиппа Ромо. А также на концерте впервые будут экспонированы рисунки известного украинского художника Глушенко, который он создал, когда был в 30-е годы в странах Европы и в частности во Франции. Сочетание раритетов – такова концепция художественных встреч в архиве музея. Пейзажи Франции Глушенко, клавесинная музыка Ромо и уникальная книга. Это книга всех клавесинных произведений Жанны Филиппа Ромо под редакцией известного французского композитора Камеле Сенсанса, который в течение 30 лет издал все произведения этого композитора. Во второй тетради клавесинных пьес Ромо – метод пальцевой техники, в которой выдающийся клавесинист объясняет, как усовершенствовать мастерство. В третьей тетради – ремарки о различных видах музыки. Музыка, родившаяся во времена Королевской Франции, еще до Великой Французской революции, звучит в святынях киевских. Художественные встречи в архиве музея продолжаются. Смех – лучшее лекарство, гласит житейская мудрость, и с ней соглашаются все медицинские работники. Положительные эмоции действительно продлевают нашу жизнь и сохраняют здоровье, особенно они полезны тем, кто находится на лечении. Больничная клоунада – это одно из направлений работы благотворительного фонда «Помогаем». Направлена она на психологическую реабилитацию детей и их родителей, находящихся в больнице, посредством так называемой игротерапии. Терапию смехом используют с целью поддержки традиционных методов лечения, поскольку она способствует более быстрому выздоровлению. Поэтому во многих странах мира больничный клоун – профессия и ключевая единица в штатном расписании любой больницы. Больничных клоунов обучают в университетах, а в Украине этим пока занимаются только волонтеры. О том, как они работают, в нашем сюжете. Привет, начальник! Когда он входит в палату к больным ребятишкам, на их лицах сразу появляется улыбка. Еще бы! К ним пришел сам клоун-фонарик – яркий, озорной и очень добрый. И в больничная палата сразу перестает быть грустным местом. В ней поселяется волшебство и азарство. А значит, болезнь обязательно должна отступить. Ведь не зря житейская мудрость гласит – смех – лучшее лекарство. Положительные эмоции особенно нужны тем, кто находится на лечении. Вы слышали? Профессионал! Молодец! Как он это сделал? Непонятно. Настоящий фокусник. Преодолевать больничное мытарство детям всегда трудно. Вот здесь и приходит на помощь доктор-клоун. Его задача – обрадовать, развеселить даже тяжело больного пациента. И тем самым разбудить его жизненный позитив. Приход к клоунов для них – это просто чудо какое-то. Он отвлекает их от ненужных, отрицательных эмоций. Согревает их своей улыбкой, добротой. Научно доказано, что больничная клоунада положительно влияет на самочувствие детей. Десятки организаций работают в этом направлении в разных странах. Два года назад смешные лекари появились и в медицинских учреждениях Днепропетровска. Они совместно с медицинским персоналом помогают больным детям восстанавливать здоровье. Для этого постарались волонтеры благотворительного фонда «Помогаем». У нас в трех больницах порядка шести отделений, куда регулярно где-то 3-4 раза в неделю ходят клоуны. В основном это отделения там, где дети проходят длительное стационарное лечение. Соответственно, там скучно, долго приходится лежать. Ну и, конечно же, болезненные процедуры. Это травматология, хирургия, онкология. Главный инициатор проекта доктор-клоун Ян Томаш Рогала, он же клоун-фонарик. Общаясь с больными детьми, он способен творить настоящие чудеса. Удивительная сила смеха помогает маленьким пациентам снять страх перед болезненными процедурами, уколами, перевязками и горькими таблетками. За каждую съеденную ложку каши от клоуна воздушный шарик. За стойко перенесенный укол, опять же, маленький презент. Принимают участие активно не только дети, но и родители, и бабушки, и дедушки. И, говорю, смеются все от души. В Днепропетровске в этой области сегодня работают 10 волонтеров-клоунов. Имена у них солнечные. Фонарик, Нафаня, Рубик, Жужа, Нюша и Мандаринка. Для многих из них сценический образ – это вторая жизнь. Я помню, что он рассказывал, как он первый раз попробовал себя в качестве клоуна. Конечно, это было очень неожиданно, просто ему предложили. И он первый раз одел этот костюм, и, как он сказал, я влюбился в него, да, и решил ему больше не изменять. Клоуны способны поднять настроение. Они восхитительно несерьезны, и восприятие ребенка не относится к миру взрослых. С клоуном можно общаться на равных, а иногда и покомандовать им. На заборе папу жил кукарекал кенгирю, правда? Нет, у меня не кукарекал. А кто кукарек на заборе? Петух. Точно, петух. А вы знаете, как петух кукарекает? Кукареку, кукареку. Ты что, профессионал? Кукареку. У нас есть история одного волонтера, девушки, которая сама прошла через такую историю. И когда ее ребенка в больнице рассмешал клоун, она сама решила стать волонтером. И сейчас это лидер нашей клоунской группы. Клоунада в больнице – это серьезная работа. Хотя дети об этом, конечно же, не догадываются. Клоун в процессе игры помогает ребятишкам на время забыть о болезни и лечении. Тонкости этой работы необходимо постигать. Для подготовки таких специалистов хорошего настроения создана так называемая школа клоунов, в которую могут прийти все желающие. Там волонтеры учатся не только навыкам актерского и циркового мастерства, но и получают знания в области педагогики и психологии. Но все же самое главное в этой работе – любовь к детям и открытое сердце. Десять человек, сейчас десять волонтеров работают. Мы надеемся, что проект будет развиваться, если больше людей нам узнает, и больше людей захочет присоединиться. Волонтеры благотворительного фонда «Помогаем» трудятся, не покладая рук. Но чтобы все проекты воплощались в жизнь, им нужна наша с вами помощь. Любой благотворительный взнос принесет пользу. Подарки, игрушки, полезные вещицы больным ребятишкам – все это нужно для работы волонтеров. А главное их желание – приносить пользу и дарить радость. Человек же должен сам прийти к этому, чтобы не только себе отдавать частичку себя. Это очень важно. И на самом деле тот, кто осознает и понимает, что в этой жизни не только нужно брать от нее все, что угодно. Вот как молодежь очень часто говорит, нужно от жизни брать все, что угодно, как можно больше. А вот люди, которые уже достигли этого понимания, то вот они стремятся. И неважно, клоун, да, клоуном ты будешь отдавать, да, либо же кому-то другому, бабушке, которая вот одинокая, да, в доме престарелых, например. Неважно. Главное вот отдавать. А кто как отдает, это уже, наверное, путь лично каждый. Воспитатель православного детского сада Сретенский Екатерина Башкирцева из Белгородской области нарисовала четырехминутный мультфильм, рассказывающий о жизни преподобного Сергия Радонежского. Работа посвящена 700-летию со дня рождения святого и, понятно, дошкольникам и школьникам любого возраста. Сергий Радонежский – один из самых почитаемых святых, основатель троицы Сергиевой Лавры. Он не оставил после себя ни единой строчки и всегда сторонился откровенного учительства. Поэтому учение преподобного Сергия Радонежского – это его жизнь. Полнометражный мультфильм о преподобном Сергии Радонежском в настоящее время снимает и на киностудии «Союзмультфильм». Картина выйдет в прокат весной 2015 года. Над проектом, который создается при помощи самых совершенных технологий, трудятся около 180 специалистов. В создании мультфильма, в частности, применяется техника захвата движения, когда актер увешан датчиками и каждое его движение, и даже эмоция переходит на экран к его персонажу. Продюсер мультфильма о святом Серге отметил, что картина станет новым словом в мировой анимации. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Желаю вам, каждый день получаю только хорошие новости. До встречи ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»